В Самарканде прошла международная конференция по продовольственной безопасности. Отсутствие доступа к еде – глобальная проблема, которая остается нерешенной. В 2022-м с голодом столкнулись 735 миллионов человек. Участники конференции призвали объединять усилия, чтобы наконец накормить всех жителей Земли. В конференции, организованной Узбекистаном при поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, приняли участие министры сельского хозяйства из многих стран, а также ведущие эксперты в области продовольственной безопасности. Один из ключевых вопросов – возможно ли достичь второй цели устойчивого развития – полностью ликвидировать голод в мире к 2030 году. Мировые конфликты нарушения, цепочек поставок, бедность, урбанизация, изменение климата – угроз для продовольственной безопасности. На глобальном уровне по-прежнему множество число тех, кому не хватает еды на планете, растет. С 2019 года число голодающих в мире увеличилось более чем на 122 миллиона человек. В принятой на конференции Самаркандской декларации говорится, что по прогнозам, 670 миллионов человек все еще будут сталкиваться с голодом в 2030 году. Чтобы обеспечить все человечество едой, нужна трансформация агропродовольственных систем. Новые технологии и инновации здесь могут сыграть одну из ключевых ролей. Продовольственная безопасность – один из приоритетов Узбекистана, страны, не имеющей выхода к морю, которая сталкивается с проблемами изменения климата. Стратегия Узбекистана – снизить потребление воды в сельском хозяйстве с помощью новейших водосберегающих технологий. Проблема сокращения водных ресурсов – одна из ключевых для стран Центральной Азии. Совместно с нашими соседями мы уже работаем в этом направлении не только по сбережению водных ресурсов, также мы говорили с нашими соседями, партнерами о совместном выращивании, совместном правильном использовании и эффективном использовании земель и производстве товаров. И так мы можем сообща эффективно работать именно в направлении продовольственной безопасности. Я направляюсь в Джамбайский район, где расположен инновационный агрокомплекс, который связан с продовольственной безопасностью Узбекистана. Здесь, в лабораториях инвитро, создают клоновые подвои различных плодовых деревьев. Ученые утверждают, что эти подвои устойчивы к изменениям климата и болезням и гарантируют урожайность. Здесь же изучают образцы почвы из различных регионов Узбекистана для того, чтобы предлагать фермерам со всей страны подвои, которые будут хорошо себя чувствовать именно в земле их хозяйств. Конференция в Самарканде снова напомнила миру, что нужно срочно объединять все усилия, чтобы у всех, без исключения жителей планеты, был, наконец, доступ к здоровой еде.